В имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодня в евангельском чтении мы слышали притчу о богаче и лазере. Мы, конечно, хорошо все знаем содержание этой притчи. Там говорится о том, что жил некий богатый человек, который очень богато одевался, каждый день пиршествовал, и у ворот его дома лежал нищий больной по имени Лазарь, и только собаки подходили и лизали его язвы. И нищий, и богач оба умерли, и нищий был отнесен ангелами на Лона Авраамова, а богач оказался в месте мук, и он увидел, как Лазарь прибывает с Авраамом, и он возопил к Аврааму, сказал, пошли Лазаря, чтобы он омочил свой палец в воде и охладил мой язык, потому что я очень мучаюсь. И Авраам ему сказал, ты уже в своей жизни получил благое, и поэтому здесь мучаешься, а Лазарь получил злое, и поэтому здесь он утешается. И Авраам добавил, что между нами и вами здесь пропасть, которую ни от нас к вам, ни от вас к нам перейти нельзя. Тогда богач ему сказал, пошли Лазаря в дом отца моего, у меня есть пять братьев, если они увидят воскресшего мертвого, тогда они покаются. И Авраам ему отвечает, у них есть Моисей и пророки, если они их не слушают, то если кто из мертвых воскреснет, то они тоже не покаются. Мы должны, наверное, избежать искушения смотреть на эту притчу только как бы в социальном ее смысле. Современная западная неправославная церковь имеет тенденцию стараться свести христианство просто к какому-то, скажем, социальному содержанию. То есть богач должен был помочь бедному. Это, конечно, тоже важно, но Святая Православная Церковь, которая хранит истину уже две тысячи лет, она в каждом евангельском чтении хочет привлечь наше внимание к каким-то глубинам духовной жизни, чтобы мы сделали из каждого евангельского чтения, которое мы слышим, уроки для своей, опять же, духовной жизни. Вот мы сразу замечаем, что богач в этой притче не преподносится как злой, как плохой человек. Это притча не о злодеи, который совершил какие-то злодеяния и понес за них сослуженное наказание. Все, что мы знаем о богаче, это то, что он одевался в порфиру и виссон, то есть в очень дорогую ткань, слишком дорогую, которую носили цари. То есть он, видимо, видел себя причастным царскому достоинству или хотел быть похожим на царя. И мы также узнаем, что он пиршествовал каждый день. И не просто каждый день, но блистательно. То есть устраивал очень роскошные пиры. Все это указывает нам на то, что человек этот жил, что он вел жизнь полную излишеств, жил только в свое удовольствие. И Лазаря, который лежал у его ворот, он, может быть, и не гнал, но он просто старался его не заметить. И уже само название этой притчи и содержание, что находит отражение в содержании притчи, содержит важное поучение для нас. И мы замечаем, что Лазарь именуется по имени, а богач нет. Это притча о богаче и Лазаре. То есть только у одного из, так скажем, двух участников этой притчи есть имя. И вот почему это важно. Господь, который, конечно, знает все, он, тем не менее, этим как бы говорит. Я не знаю этого человека. Не в смысле информации о нем, а в том смысле, что у богача с Богом не было личного общения. Вот в чем здесь дело. Вспоминаются слова Господа, сказанные им в притче о десяти девах, и также слова, сказанные в Нагорной проповеди. «Истинно говорю вам, не знаю вас». Это слова, которые Господь говорит на страшном суде тем людям, которые были уверены, что они это попадут в Царствие Небесное, потому что они считали, что они служат Богу и даже именем Божьим изгоняют бесов. Тем не менее, Господь говорит вам, «Я не знаю вас». И, с другой стороны, отсутствие имени у этого богача призвано сообщить нам, что богатство этого человека, то есть тот факт, что он богач, как бы определило всю его жизнь с духовной точки зрения. Он был абсолютно сломан, порабощен своим богатством. Он жил только в своё удовольствие. Он проживал своё богатство и не замечал вообще, что происходит вокруг него. И это относится не только к людям, которые богаты, то есть имеют много денег. Любая страсть способна человека поработить так, что он только служит ей, только обслуживает эту самую страсть. То есть вот эта страсть его всецело с духовной точки зрения определяет. И тут вспоминаются слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. Он говорит, «Не обманывайтесь ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни воры, ни пьяницы, ни злоречивые не наследуют Царство Небесное». То есть речь идёт не о том, не просто когда человек грешит такими грехами или просто один раз согрешил таким грехом. Речь идёт о том, когда человек сдался этому греху. Этот грех его абсолютно поработил. И вот человек с духовной точки зрения блудник или сплетник или гордец. И в этом вся его духовная сущность. И интересно, что практически вся эта притча, кроме начальных слов, которые повествуют нам о том, кто были богаче Лазаря, вся эта притча о их загробной участи. И это очень важно для нас, потому что всем нам свойственно в той или иной степени забывать церковное учение о вечной жизни, о загробной участи людей и стараться, может быть, его заменить какими-то своими представлениями, которые нам могут быть более удобны. И вот церковь нам ещё раз напоминает, что да, загробная жизнь существует. И это не какая-то абстрактная, так скажем, нирвана. Это совершенно конкретная, чёткая реальность. Душа богача, как мы узнаём из этого Евангелия, была способна и слышать, и видеть, и чувствовать весьма обострённо. Состояние души человека по смерти зависит от качеств, которые его душа приобрела в этой жизни. И ещё, пожалуй, самый важный момент, что по попадании туда человек сам не может изменить своей участи. Нельзя после смерти покаяться. Нельзя после смерти, как этот богач, пытаться выторговать себе какие-то более благоприятные условия для проведения вечности. Патриарх Авраам на просьбы богача отвечает «нет». И та пропасть, на которую он ему указывает, это та нравственная пропасть, которая разделяет людей, попадающих в то или в другое место. В загробной жизни эту пропасть перейти уже нельзя. Но можно перейти в жизни этой. Каким бы тяжёлым, смертным грехом не был одержим человек, он может покаяться. И его участь вечной жизни от этого изменится. Он может перейти эту пропасть здесь, на земле. Вспомним благоразумного разбойника, который покаялся в последние минуты своей жизни и стал первым, кто вошёл в рай. Вот помоги нам всем, Господь, дорогие братья и сестры, не жить, как этот богач, поглощёнными своими интересами, своим богатством. И под богатством здесь можно понимать многие вещи, не только деньги. Помоги нам, Господь, не жить вот только своими интересами, и тем более не обслуживая какую-то одну свою страсть до такой степени, что мы при этом не замечаем различных, можно так сказать, лазерей, которых Господь кладёт перед нашими воротами. Помоги нам всем, Господь, вообще жить духовной жизнью, помышлять прежде всего о спасении своей души, жить ради Бога, стараясь во всём, что мы делаем, искать воли Божьей и исполнять волю Божью. Аминь. Благословение Господне на вас, так и благодатью человеку любим всегда ныне и приспособлению. Аминь.